Историческому старту было бы намного больше, случись он днём раньше или днём позже. Но когда в одно воскресенье и британский миллиардер впервые летит в космос, и сборная Англии впервые играет в финале чемпионата Европы по футболу, земные радости перевешивают. Зрители гораздо охотнее смотрели игру, а новоявленный астронавт раздавал интервью на фоне спортивной трансляции. Просто невозможно описать то, что мы испытали сегодня. Я надеюсь, что мы поможем тысячам и тысячам людей пережить те же эмоции в космосе, что и мы испытали сегодня. Было весело. Мечта всей жизни, которая осуществилась только в 70 лет. Брэнсон отрывался от земли не на ракете. Самолёт-носитель поднял его корабль на высоту 14 километров. И тут звучит команда «Пуск». Пуск, 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 зажигание. Дальше и выше аппарат Юнити несётся сам. Скорость втрое выше скорости звука – 3700 километров в час. Притяжение преодолено, пассажиры в невесомости и земля в иллюминаторе видна. Все вы – дети, которые там, внизу. Я когда-то тоже был ребёнком, мечтающим о звёздах. Теперь я взрослый человек в космическом корабле, смотрю вниз на нашу прекрасную Землю. Следующее поколение мечтателей. Если мы можем сделать это, только представьте, что сможете сделать вы. Четыре минуты в невесомости и обратно на Землю. Весь полёт продолжался не больше часа, а готовил его Брэнсон почти 20 лет. В начале 2000-х основал компанию Virgin Galactic – первый в мире космический коммерческий перевозчик, так они себя называли. Обещали пачками возить туристов на орбиту ещё 15 лет назад. Это старт откладывался, а билеты продолжали продавать. Уже сейчас в очереди 600 человек. Делая космос доступнее, Брэнсон не задирает цены до астрономических. Улететь на его корабле можно будет за 250 тысяч долларов, и комплект спецодежды входит в стоимость. Кроме незабываемых впечатлений, на память туристам обещают оставить комбинезон, ботинки и нижнее бельё. Безопасность пассажирских полётов на такой высоте никак не регламентируется. Первые туристы лишь подпишут бумагу, что все риски осознают. Ударом по имиджу компании стала катастрофа 2014 года, когда при испытаниях корабля погиб пилот. Своим нынешним полётом Брэнсон говорит скептикам – проверено на себе. За качество отвечает. Я нацарапал пару слов на рисунках моих внуков, пока был в космосе. Но Брэнсон был всё-таки в своём космосе, в американском. Ведь поднялся на высоту 86 километров, а отметка признана космической границей только в США. Для всего остального мира это лишь суборбитальный полёт. Космосом считается всё, что выше 100 километров от Земли. В итоге их устроили и 80 километров. Однажды они поднимутся в международно признанный космос, но это займёт у них какое-то время. Поэтому летайте кораблями Джеффа Безоса. Рекламируют свою компанию, самый богатый человек на планете, который тоже в гонке за космос. Нью Шепард – его детище. Чем он лучше, чем у конкурирующей фирмы Брэнсона, объясняют доходчиво. Испытательных полётов в пять раз больше. Проработана система эвакуации на случай нештатных ситуаций. Огромные окна, а не иллюминаторы. Нью Шепард – полноценная ракета, а Юнити как самолёт. Но главное – туристы, купившие билеты у Джеффа Безоса, полетят не в ближний, а в общепризнанный космос. Туда же летят и цены. Продано за 28 миллионов долларов номеру 107. Билет на корабль за 28 миллионов долларов купил Аноним. Он вместе с Джеффом Безосом и ещё четырьмя пассажирами отправится на орбиту на следующей неделе. Их рекламный тур в космос запланирован на 20 июля. Даже если это битва миллиардеров, по-любому это будет двигать прогресс вперёд человечеству. Это новые технологии разрабатываются. Почему бы коммерческому космосу не пойти дальше, на Луну, не работать в научной области, создать свою станцию? Это параллельное развитие космоса, параллельно с государственным. Джефф Безос пока не объявлял о продаже билетов. Ричард Брэнсон планирует отправить пассажиров к звёздам уже в следующем году. Среди его покупателей есть и госструктуры. Офицеры ВВС Италии полетят как туристы, но будут исследовать ближний космос. Просто это дешевле, чем полёт на МКС. Клиентом компании Virgin Galactic стал и пионер среди космических частников Илон Маск. Он тоже забронировал себе место у Брэнсона. Богачи в гонке вообще ведут себя по-джентльменски, поздравляют и подбадривают друг друга. Космос бескрайний, и на этом рынке тесно не будет.